А рядом со мной Наталья Антонова, Центр Максимум. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы спикер нашей деловой сессии. Давайте делиться, что было сегодня там интересно. Сегодня была крутейшая фокус-сессия, организованная порталом retail.ru, которая отвечала на вопрос, как розничным сетям развиваться. Я была на операционном блоке, на блоке по операционной эффективности, и мы много о чем говорили, о цифрах, о цифровизации, о программном обеспечении. Но фокусом моей эффективности, фокусом моего внимания была тема команд. То, как сделать так, чтобы люди хотели, могли, вовлечены и были эффективны в рабочем процессе. Вот про это мы и говорили. И если, ну буквально в двух словах про что, это про то, что есть операционная модель, про то, что есть команда, есть сотрудник, у которого свой жизненный цикл, свои эмоции, свою вовлеченность в процесс, есть внешняя среда, которая очень быстро меняется, и клиент. И вот если эти три фактора внутри компании синхронизировать, понять, на каком стадии находятся операционные процессы, на каком уровне команда, что происходит с сотрудниками, с действующими, с новичками, и синхронизировать с внешней средой, а именно с клиентом, с его запросами, то это будет крутейший инструмент, крутейшая возможность быть эффективным в эпоху быстрых перемен, требующих адаптивности, быстрых решений и вовлечения человеческого отношения к процессу. Замечательно. Человек превыше всего, и его настроение, и его состояние делает бизнес богаче и всех счастливее. Да, все верно. Деньги сами по себе штабелями не укладываются, то есть есть драйвера. А еще про что говорили, говорили про роль лидера, роль собственника, управленца. С аудиторией обсуждали, кто есть современный лидер-образец для подражания в ритейле. Если раньше был Галицкий и Тинькофф, то кто же сейчас? И аудитория назвала несколько персонажей, героев нашего времени из ритейла, за кем они наблюдают, кого они читают, приводят в пример. И в принципе мы благодарны порталу retail.ru, что вы подмечаете, выделяете этих людей и помогаете рассказывать о том, что они делают. То есть портал помогает специалисту проявиться как профессионалу. И это такая своеобразная нематериальная мотивация, которая заставляет двигаться развитие в профессиональном поле. Поэтому спасибо вам. Тот момент, когда говорят, тузы всегда в тени, а в нашем случае тузы должны быть все время на виду, показывать себя и говорить всем остальным, как нужно делать правильно свою работу, чтобы все было хорошо. Да, я желаю, чтобы ваши компании, ваши коллеги могли доставать козырную карту и быть первыми и лучшими в отрасли. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. 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 Удачи.